Установи умную сигнализацию с GSM-модулем и управляй автомобилем прямо со смартфона. Федеральная сеть фирменных центров Starline. Хлебозаводской проезд 9. Пьяный водитель 14-й врезался в припаркованную Тойоту. Именно такое сообщение проверяли сотрудники ДПС на улице Володарского. В итоге мужчина и в самом деле не выглядел трезвым, но претензий к нему ни от водителей на марке, ни от полицейских не было. Как так получилось, узнавал наш корреспондент Павел Москвин. У обочины 14-я врезалась в Тойоту, но после удара на месте происшествия было все спокойно. Водитель на марке ни на кого не злился и тем более не кричал. Он всего лишь вызвал полицейских и ждал их в машине, оберегая сон водителя 14-й. А тот видел сны в салоне своего автомобиля и, видимо, даже не догадывался об аварии. По словам рулевого и на марке, до инспекторов здесь уже были сотрудники ППС. Мы в ВАЗе к полицейским подошли, спросили, они связались с дежуркой, сказали, что информация о ДТП у них уже принята. И что, хоть бы такое вы видели, как он приезжал? Нет. Я вышел, вот такое дело. Кто-либо видел. Я даже не знаю, кто вы. Водитель проснулся, но на сигналы и речь с инспектором реагировал с неохотой. Дарья, гражданин, откройте дверь. Дверь откройте, пожалуйста. Мужчина вроде бы показывал жестами, что готов открыть дверь, но бездействовал. Товарищ гражданин, дверь откройте, пожалуйста. Дверь прямо откройте. Вскоре мужчина догадался, что ему нужно сделать и открыл дверь. От мужчины пахло спиртным, но он сказал, что машиной не управлял. Она сама скатилась на Тойоту. Водитель иномарки оформлять ДТП не захотел, претензий никому не имел. Ко всему прочему, не было и очевидцев происшествия. Инспекторы проверили, в своей ли машине спал водитель 14-й. Затем мужчина отправился спать. Сергей Пичугин, Павел Москвин, место происшествия.